Привет! Сегодня я хочу поговорить с тобой на такую тему, почему в наше время такая формулировка как хорошее долгосрочное отношение, да, это уже, ну даже вообще редкость и проблема. Консультируя многих женщин и исследуя им, также общаясь с многими коллегами, я поняла одну такую важную вещь. Многие женщины, входя вот в разные отношения, то есть из отношения в отношения, из отношения в отношения, только потому, что они не знают, чего они хотят. Они не знают, какой мужчина им нужен, какие у него должны быть черты характера, что важного должно быть в нем такого, чтобы вот я хотела и у меня был стимул и интерес стараться развиваться, вот прямо постоянно развивать эти отношения, потому что отношения зависят от женщины. Больше вот мужчина, знаете, вот задача мужчины, это привлечь к себе вот внимание женщины, да, вот правильно за ней ухаживать, чтобы у нее появилось желание создавать с ним отношения. Дальше уже практически во всех случаях это уже задача женщины, создать с ним такие отношения, чтобы вам обоим хотелось в них быть долго, да, чтобы наслаждаться этими отношениями, получать от них удовольствие. И вы понимали, что это тот человек, с которым вам намного лучше, чем без него, что вы намного счастливее рядом с ним, что вам намного интереснее вместе путешествовать, что вам намного интереснее после дома лежать на диване, что вам вот все делать с ним намного интереснее. Но при этом вы также с огромным удовольствием умеете вот жить сама и получать удовольствие от жизни тоже сама. И вот многие женщины, исходя из того, что они не знают, чего они хотят, да, то есть какой это должен быть человек, какие у него должны быть черты характера, что я приму из вот отрицательных черт характера, да, а что не приму, что для меня категорично вот прямо запретно. И потому что мы не думаем об этом начале, мы вот знаете, как находимся в состоянии эксперимента. С одним человеком у нас отношения сначала окажется нам он идеальный, вот ну все хорошо, через время нет, все-таки не идеальный, еще через время нет, он мне не подходит. Следующий человек, и так вот перебирая, перебирая, вы находите какие-то элементы, черты характера, что вот в этом мне нравилось то и то, а в этом мне то и то и нравилось. Ну как вот это все соединить, да, в одного человека, вот чтобы я с ним прожила долго. А вот так вот и соединять. То есть обращайте внимание на окружающий мир, какие черты характера вот вам интересны. Потому что вот эмоция интереса, это такая вот знаете, она даже можно сказать вечная. Пока вам человек интересен, вы все время будете ходить, ну желать находиться в его пространстве. Вам будет интересно с ним все делать, заниматься тем, чем вот с ним будет интереснее, чем без него. И вот собирайте вот этот, хотя бы вот таких 5-7 ценностей, что в нем такого особенного, вот что именно вот важно, чтобы это обязательно было. Может быть это ценность, он вам должен давать ценность там стабильность или доверие, или быть веселым. И прямо опишите, что для вас это значит, да, то есть что такое быть веселым. Ну вот рядом с вам он постоянно там шутит или говорит, рассказывает какие-то вам анекдоты, вам весело, вы постоянно там вместе отдыхаетесь или чем-то занимаетесь, он постоянно с ним весело, потому что он шутит, да. И для вас это важно, да, для вас важно, чтобы человек рядом шутил. Или стабильность. А что такое тогда для вас стабильность? Может быть это все время отвечал на телефонные звонки, или вот вы знали, где он находится, или все время вас как бы держал в курсе о своем передвижении. Или просто элементарно вы были всегда спокойны, что он вас обеспечивает и все хорошо, и вам не надо по этому поводу париться, да, говорят. Собирайте для себя вот такие субмандальные шаблоны и также вот негативных качеств. Ну смотрите, есть такие качества, которые вы категорически не приемлете в своей жизни. А есть, которые, ну для кого-то кажется это негативные, но для вас, ну в принципе нормально, ну типа не бывает идеальных людей. И вот так же самое негативное качество. Какие вы примете, а какие, ну вот просто категорически не должно быть. Потому что из-за вот этих качеств вы перечеркнете все позитивные. Зная вот такие вот списки, вам намного проще будет уже входить в отношения. Общаясь с человеком, начиная просто с ним отношения, вы уже можете отслеживать, а есть ли у него те качества, которые мне нужны. А есть ли в нем те качества, которые я вообще категорически не приемлю. И не спешите сразу вот прямо входить в какие-то долгие, серьезные отношения. Вы первое время просто узнавайте человека. Вы не интересуетесь, что он делает, как он живет, и что он интересного. Ну если у вас не получится разобраться с самим, я вас приглашаю на консультацию. Я с удовольствием вам помогу в этом вопросе, да, мы полностью по разным сферам жизни найдем того вашего идеального человека, который подойдет именно вам, да, и с которым вам будет и легко, и комфортно, и интересно, и главное, счастливо проживать свою жизнь. Пишите свои комментарии, также задавайте вопросы для новых видео. Я отвечу новых видео и отвечу также на ваши комментарии. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok